Какой получится детская ручка, зависит от материала, на котором делается оттиск. Наталья использует специальный медицинский материал. Пластилин не так сохраняет все линии, точно, детской ладошки. С моделью дизайнеру повезло. Давид не вырывает руку, а терпеливо ждет, пока Наталья прижмет каждый пальчик. Вот получается вот такой оттиск в ладошке. Здесь вот видно все линии. Получилось с первого раза. Это редкость. Часто Наталье приходится бегать за ребенком по всей квартире. Ведь покрытый закрепителем материал быстро твердеет. Один раз я снимала слепок, когда ребенку исполнялся годик. И мы оттисков, наверное, 10 сняли. Затем Наталья разводит гипс. Чем больше воды, тем он дольше будет сохнуть. Консистенция сметаны оптимальна. И заливаем форму. Будущую скульптуру нужно оставить в покое на сутки. Доставать очень аккуратно. Потом убираем все лишнее наждачной бумагой. Грунтуем и красим. Точно так же делается и копия ножки. Готовый слепок может стать частью композиции. Обязательно две вещи. Гипсовые ножки, ручки и фотография малыша. А дальше куда заведет фантазия. Пупочки прикрепляем, браслетики из роддома, где записан вес, рост, во сколько ребенок родился. Носочки, первые носочки. В шкатулке дизайнера мы нашли разные бантики, бусинки, ракушки, а также погремушки, пинетки и даже соску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова